Класс млекопитающие. Млекопитающие это наиболее высоко организованный класс позвоночных животных. Размеры их тела различны. У карликовой белозубки 3,5 см, синего кита 33 м, масса тела соответственно 1,5 грамма и 120 тонн. Основные прогрессивные черты млекопитающих следующие. 1. Высокий уровень развития центральной нервной системы. В первую очередь коры полушарий переднего мозга, центра высшей нервной деятельности. В связи с этим приспособительные реакции млекопитающих на условия среды весьма сложны и совершенны. 2. Живорождение и выкармливание детенышей продуктом материнского организма. 3. Молоком. Что позволяет млекопитающим размножаться при крайне разнообразных условиях жизни. 3. Высокоразвитая способность к терморегуляции. 4. Обусловившая относительно постоянную температуру тела. 5. Это вызвало с одной стороны регуляцию теплообразования при окислительных процессах, так называемая химическая терморегуляция. С другой регулированием отдачи тепла путем изменения кожного кровоснабжения и испарения воды при дыхании и потоотделении, так называемая физическая терморегуляция. 6. Благодаря описанным механизмам температуры тела у многих млекопитающих относительно постоянны. И ее отличие от температуры внешней среды может быть равно примерно 100 градусам Цельсия. Так, у песца, обитающего зимой при температуре до минус 60 градусов Цельсия, температура тела равна примерно 39 градусов по шкале Цельсия. Следует, однако, иметь в виду, что постоянство температуры тела, гомоэтермия, не является абсолютным признаком всех млекопитающих. В полной мере, она характерна для плацентарных зверей, имеющих относительно крупные размеры. У низших млекопитающих, у которых менее развит терморегуляционный механизм, и у мелких плацентарных зверей, имеющих невыгодное для сохранения тепла соотношение между объемом тела и его поверхностью, температура тела меняется в значительных пределах в зависимости от температуры внешней среды. Так, у сумчатой крысы температура тела меняется в пределах плюс 37,8, плюс 29,3 градусов Цельсия. У наиболее примесивных насекомоядных тенреков плюс 34, плюс 13 градусов Цельсия. У одного из видов броненосцев плюс 40, плюс 27 градусов Цельсия. У обыкновенной полевки плюс 37, плюс 32 градуса Цельсия. Огромное значение в регулировании отдачи тепла имеет шерстистый покров, а у некоторых и подкожный жировой слой. Вашему вниманию представлены кривые зависимости температуры тела различных животных от температуры внешней среды. Морфологически лекопитающие характеризуются следующими признаками. Первое. Тело покрыто шерстью. Исключение редки и имеет вторичный характер. Второе. Кожа богата железами. Особо должны быть отмечены млечные железы. Третье. Череп сочленяется с позвоночником двумя затылочными мыщелками. Четвертое. Нижняя челюсть состоит только из зубной кости. Пятое. Квадратные и сочленовые кости превращаются в слуховые косточки и располагаются в полости среднего уха. Шестое. Шестое. Одна левая дуга аорты. Девятое. Эритроциты безъядерные. Кожный покров млекопитающих полифункционален. Он ограничивает и защищает тело с поверхности. Участвует в терморегуляции, предохраняя животное от перегрева и от охлаждения. Участвует в выражении полового деморфизма. Через кожу идет процесс дыхания и выделения. В этой связи кожный покров имеет сложное строение. Как и у других позвоночных, кожа млекопитающих состоит из двух слоев. Наружного эпидермиса и внутреннего кутиса или собственно кожи. Эпидермис имеет два слоя. Глубокий слой мальпиги или ростковый слой. И наружный слой рогового эпидермиса. Глубокий слой представлен живыми цилиндрическими или кубическими клетками. Ближе к поверхности клетки более плоские. Полости этих клеток постепенно заполняют кератогиолин. Что ведет к ее роговому перерождению и отмиранию. Поверхностно расположенные клетки постепенно смашиваются в виде мелкой перхоти. Или целыми лоскутами. Так, например, бывает у телений. Снашивание рогового слоя эпидермиса выполняется постоянным нарастанием его за счет деления клеток мальпигиевого слоя. Эпидермис дает начало многим производным кожи. Основные из которых волосы, ногти, когти, копыта, рога, кроме оленей, чешуи, различные железы. Собственно, кожа или кутиц у млекопитающих развита очень хорошо. Она состоит преимущественно из волокнистой соединительной ткани. Сплетение волокон которой образует сложный узор. В верхней части кутица ветвятся кровеносные сосуды. Лежат основанием волосяных сумок, потовых желез. Нижняя часть кутица состоит из очень рыхлой волокнистой ткани, в которой откладывается жир. Этот слой носит название подкожной жировой клетчатки. Наибольшего развития он достигает у водных зверей, китов, тюленей, у которых он связан с полной у китов или частичной уделением, редукцией волосяного покрова и физическими особенностями водной среды выполняет термоизоляционную роль. У некоторых наземных зверей также бывают большие подкожные жировые отложения. Особенно сильно накапливают жир виды, впадающие на зиму в спячку, суслики, сурки, барсуки и другие. Для них жир во время спячки служит основным энергетическим материалом. Волосяной покров для млекопитающих столь же характерен, как покров из перьев для птиц или чешуйчатый покров для рептилий. Лишь немногие виды вторично полностью или частично его утратили. Так, вовсе не имеют волос дельфины. У китов есть зачатки волос на челюстях. У лостоногих волосяной покров редуцированный. Особенно это заметно у моржей, в наименьшей мере у ушастых тюленей, например, у котика, которые более чем другие виды лостоногих связаны с сушей. Погруженный в кожу корень волоса сидит в волосяной сумке. В воронку волосяной сумки открываются протоки сальных желез, секрет которых смазывает волос и сообщает ему большую прочность и водоупорность. К нижней части волосяной сумки прикрепляются мышечные волокна, сокращение которых вызывает движение сидячего в ней волоса. Это движение обуславливает ощетинивание зверя. Обычно волосы сидят в коже не перпендикулярно ее поверхности, а более или менее наклонно, то есть прилегают к ней. Такой наклон волос выражен не у всех видов одинаково. Наименее заметен он у подземных зверей, например, у кота. Волосяной покров состоит из различных типов волос. Основные из них это пуховые волосы или пух, остевые волосы или ось, чувствующие волосы или вибрисы. У большинства видов основа шерстяного покрова составляет густой низкий пух или подшерсток. Между пуховыми волосами сидят более длинные, толстые и жесткие остевые волосы. Волосяной покров периодически меняется. Смена волос или линька у некоторых видов бывает два раза в год, весной и осенью. Таковы белка, люсица, песец, крот. Другие виды линяют только редуцированно, раз в год. Весной выпадает старый мех, летом развивается новый, который окончательно созревает только к осени. Таковы, например, сослики. Виды изменениями волос являются щетины и иглы. Вашему вниманию представлена схема строения кожи млекопитающего. А также схема строения волоса и волосяной сумки млекопитающего. Прочие роговые производные эпидермиса представлены роговыми чешуями, ногтями, когтями, копытами, полыми рогами, роговым клювом. Чешуя зверей по своему развитию и строению вполне сходна с одноименным образованием рептилий. Наиболее сильно развита чешуя у ящеров и панголинов, у которых она покрывает все тело. У очень многих мышевидных чешуйки имеются на лапах. Наконец, наличие чешуи на хвосте характерно для многих сумчатых, грызунов и насекомоятных. Концевые фаланги пальцев подавляющего большинства зверей несут роговые придатки в виде ногтей, когтей или копыт. Наличие того или иного из этих образований и строения их находится в прямой зависимости с условиями существования и образом жизни зверей. Так, у лазающих зверей пальцы имеют острые и загнутые когти. У видов роющих в земле норы когти обычно несколько уплощены и расширены. Быстро бегущие крупные млекопитающие имеют копыта при этом. У лесных видов, например, у оленей, часто ходящих по болотам, копыта более широкие и плоские. У степных, например, андилопы, и особенно у горных видов, например, козлов, баранов, копыта маленькие, узкие. Площадь опоры у них значительно меньше, чем у лесных копытных, ходящих зачастую по размягченному грунту или по снегу. Так, нагрузка на 1 см в квадрате подошвы у центрально-азиатского горного козла равна среднему 850 г, у лося 500 г, у северного оленя 140 г. Вашему вниманию представлены схемы продольного разреза через конечные фаланги пальцев обезьяны, хищника и копытного. Также вашему вниманию представлено изображение роговых образований у млекопитающих. Кожные железы у млекопитающих, в отличие от птиц и рептилий, весьма многочисленные и разнообразны по строению и функции. Основные типы желез следующие потовые, сальные, пахучие и млечные. Потовые железы трубчатые. Глубинные части их имеют вид клубка. Они открываются непосредственно на поверхности кожи. Продуктом выделения этих желез является пот, состоящий в основном из воды, в которой растворены мочевина и соли. Эти продукты не вырабатываются клетками желез, а поступают в них из кровеносных сосудов. Функция потовых желез заключается в охлаждении тела путем испарения, выделяемой ими на поверхности кожи воды и в выделении продуктов распада. Следовательно, эти железы выполняют одновременно термо-регуляционную и выделительную функцию. Потовые железы есть у большинства млекопитающих, но развиты они не у всех одинаково. Так, их очень мало у собак и кошек. У многих прозунов они имеются только на лапах и в паховой области, и на губах. Совершенно отсутствуют потовые железы у китообразных, ящеров и некоторых других. Сальные железы имеют гроздевидное строение и открываются почти всегда в воронку волосяной сумки. Жирный секрет этих желез смазывает волос и поверхностный слой эпидермиса кожи, предохраняя их от смачивания и снашивания. Пахучие железы представляют видоизменение потовых или сальных желез, а иногда комбинацию тех и других. Из числа их укажем анальные железы, куних, секрет которых имеет очень резкий запах. Особенно сильно развиты пахучие железы у американских скунсов или вонючих, способных выпрескивать большие порции выделений на значительное расстояние. Мускусные железы имеются у кабарги, выхухоли, бобра, андатры. Значение этих желез не вполне ясно, но судя по тому, что наибольшее развитие они получают в период гона, в деятельностях, видимо, связанных с размножением, возможно, они стимулируют половое возбуждение. Млечные железы – это своеобразное видоизменение простых трубчатых потовых желез. В простейшем случае у австралийских однопроходных они сохраняют трубчатое строение и открываются в сумке волос, расположенных группами на небольшом участке брюшной поверхности, так называемом железистом поле. У ехидны железистое поле находится в особой сумке, развивающийся в период размножения и служащий для вынашивания яйца, а потом и детеныша. У утконоса железистое поле располагается непосредственно на брюхе. Сосков у однопроходных нет, и детеныши слизывают молоко с волос, откуда оно стекает из волосиных сумок. У сумчатых и плакцентарных млечных железы имеют грозневидное строение и протоки их открываются на сосках. Расположение желез и сосков бывает различным. Чрезвычайно важную роль играют у млекопитающих кожные покровы и их производные, обеспечивая механизмы физической терморегуляции, регулируя теплоотдачу. Большое значение имеет система кожных кровеносных сосудов. Диаметр их просветов регулируется нервно-рефлекторным путем и может меняться по очень больших пределах. При расширении сосудов кожи теплоотдача резко увеличивается. При сужении, наоборот, сильно сокращается. Охлаждение организма происходит также при испарении из поверхности кожи воды, выделяемой потовыми железами. Мышечная система млекопитающих очень дифференцирована и отличается большим числом разнообразно расположенных мускулов. Характерное наличие куполообразной мышцы диапрагмы, отграничивающей брюшную полость от грудной. В основном ее роль заключается в изменении объема грудной полости, что связано с актом дыхания. Значительное развитие получает подкожная мускулатура, приводящая в движение те или иные участки кожи. У ежей и ящеров она обуславливает возможность свертывания тела в клубок. Поднятие игл у ежей и дикобразов ощетинивания зверей, движение чувствующих волос вибрис, также вызывается действием этой мускулатуры. На лице она представлена мимической мускулатурой, особенно развитой у приматов. Косевому скелету клещевой пояс, как и у амфибий, подвешен исключительно на мышцах. Трапециевидная мышца одна из них, расположенных в парасегитальной плоскости. Значение этого феномена в системе локомоторных адаптаций млекопитающих понятно. Функционирование конечностей млекопитающих сопряжено с вертикальными движениями и усилиями взаимодействия с силой тяжести, а также с продольными разгон и торможением, совместно определяющими сагитальную плоскость. Использование поперечной оси амфибиями и рептилиями можно рассматривать как наследие рыбообразных предков с их ондуляционным плаванием. В условиях отказа от использования поперечных сил чисто мышечная подвеска плечевого пояса оказалась вполне удачной. Главным элементом этой подвески вентральная зубчатая мышца, которая широким веером отдельных пучков, то есть зубцов, тянется от шейных, приросших, и от передних грудных ребер к вершине лопатки. Здесь она крепится очень компактно и допускает свободные повороты лопатки вперед и назад относительно центра зоны крепления, контролируемой другими мышцами. Разгибание плечевого сустава, функционирующего аналогично коленному, взяла на себя новая крупная предосная мышца, для размещения которой на лопатке сформирована дополнительная передняя костная полка. Вашему вниманию представлены основные типы двигательных мышц на примере семейства кошачьих, а также микроскопическое строение мышц млекопедающих. В дыхательной мускулатуре четко выделена лестничная мышца, которая несколькими лентами спускается от мощной шеи к ребрам и при вдохе поворачивает их вперед, эффективно расширяя грудную клетку. Другая важная дыхательная мышца это грудно-брюшная преграда выпуклая вперед диапарагма, которая ограничивает полость грудной клетки сзади. Становясь более плоской при сокращении диапарагма оттесняет органы брюшной полости назад, тем самым растягивая расположенную в грудной клетке лепрагминю полость, а вместе с ней легкие совершается вдох. Вашему вниманию представлено дыхание у млекопитающих. Представляет интерес техника передвижения млекопитающих по твердому субстрату, более сложная и разнообразная, чем у других четвероногих. Главной чертой этой техники последовательность постановки конечностей на грунт и относительная продолжительность контакта. В совокупности составляющие походку или аллюр. Наиболее распространенные походки названы симметричными. Конечности каждой пары при таких аллюрах всегда находятся в противофазе, выполняя циклические движения с одинаковым периодом. Такую походку легко изобразят два человека с бревном на плечах. Они могут изобразить и на ходь, если идут в ногу, рысь, двигая ногами в противофазе, и шаг, если задние конечности наступают в середине промежутка между наступаниями передних. Вашему вниманию представлены симметричные аллюры млекопитающих на примере лошади. Как видно на рисунке, цикл симметричной локомоции, то есть промежуток времени между одинаковыми позами, разделен на две половины, одна из которых зеркально отображает другую, причем вторая повторяет первую в зеркальном изображении. В этом и выражается симметрия. Далее при такой локомоции строго чередуются моменты наступания то передней, то задней ноги. Реально тетроподы используют не все мыслимое разнообразие походов, поскольку избегают неустойчивых поз. Например, при иноходе возникают стадии боковой опоры. Животное стоит на двух ногах одной стороны, которые могут использовать только звери. При походке шаг после левой передней ноги должна наступать только правая задняя. Это диагонально-симметричная последовательность. Иначе крайне неустойчивая поза неизбежна. При наращивании скорости период опоры каждой конечности неуклонно укорачивается, поскольку точка опоры на грунте быстрее уходит назад. Период переноса конечностей более стабилен по законам маятника. В результате количество опорных конечностей в каждой стадии цикла сокращается и возникают стадии полета безопорные. Асимметричные или прыжковые аллюры включают различные вариации галопа. В этом случае передние конечности наступают непосредственно друг за другом, а потом в работу вступают обе задние конечности. Никакого деления на эквиваленты половины нет. Различают передний толчок передними конечностями и задний толчок задними конечностями. Адаптация к выполнению второго распространена шире. Его эффективность может поддерживаться разгибанием позвоночника благодаря увеличению амплитуды толчка у хищных зайцеобразных у которых усиленно развита осевая мускулатура. Но у копытных хотя они как правило прекрасные бегуны этого нет. Позвоночник не гибок вероятно под влиянием большой массы пищеварительного тракта этих растительно явных животных. Что трудно совместимо с деформациями туловища. Способность к выполнению переднего толчка не характерна для сумчатых насекомоядных и большинства грызунов. Без него скоростная асимметричная походка принимает вид левоногого рикошетирующего прыжка. Он независимо сформировался у кенгуру, у прыгунчиков, у тушканчиков и каспийского долгонога. Четырехногий аллюр большинства грызунов при котором передние конечности слабы и не могут на бегу обеспечить ни надежного приземления ни нового прыжка предложено называть примитивным рикошетирующим прыжком, то есть его эволюционным предшественником. Вашему вниманию представлены асимметричные аллюры млекопитающих. В цикле движения ноги человека как показывают расчеты первая половина фазы опоры пока нога остается впереди от вертикали тазобедренного сустава значительно экономичнее второй когда колено было бы выгоднее обратить назад. В первой половине накруженной фазы обладатели Z-образной конечностей также используют ее как обращенную колену вперед, а подвижность в пяточном сгибе блокируют при помощи мышц. Но во второй половине они блокируют коленный сустав, используя в качестве действующего сгиба обращенный назад сустав коленостопный. трехзвенная конечность имеющая большей степени свободы чем двухзвенная допускает более пластичный алгоритм движения позволяя своим обладателям получить некоторую экономию энергии за счет поведенческих реакций. Вашему вниманию представлен шаговый цикл человека. Характерными чертами в строении позвоночного столба млекопитающих являются плоские сошленовые поверхности позвонков, то есть латицельные позвонки, между которыми располагаются хрящевые диски, мениски, четко выраженная расшелененность позвоночника на отделы шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой и постоянное число шейных позвонков. Отклонения от указанных признаков редки и носят вторичный характер. В шейном отделе млекопитающих всегда 7 позвонков, хорошо выраженный атлант и эпистрофей. Исключение представляет ламантин, у которого 6 шейных позвонков и виды ленивцев, имеющие от 6 до 10 позвонков. Однако длина шейного отдела значительно варьирует. В отличие от птиц, длина шеи у млекопитающих определяется не числом шейных позвонков, а длиной их тела. Наиболее сильно он развит у копытных, для которых подвижность головы очень важна при добыче пищи. Хорошо развита шея у хищников. Наоборот, у грызунов, норников и особенно у землероев шейный отдел короток и подвижность головы у них малая. Грудной отдел состоит чаще из 12-15 позвонков. К передним грудным позвонкам, обычно к 7, причиняются ребра, соединенные с грудиной, то есть истинные ребра. Остальные грудные позвонки несут ребра, не доходящие до грудины, то есть ложные ребра. Грудина представляет собой сегментированную костную пластинку, заканчивающуюся удлиненным крещом, мочевидным отростком. Расширенный передний сегмент носит название рукоятки грудины. У летучих мышей и у зверей, конечности которых приспособлены для рытья, грудина теряет ясно выраженную сегментацию и несет киль, служащий как и у птиц для прикрепления грудных мышц. В поясничном отделе число позвонков варьирует от двух до девяти. Позвонки эти несут рудиментарные ребра. Крестовый отдел чаще состоит из четырех сросшихся позвонков. При этом только первые два позвонка являются истинно крестовыми, а остальные приросшими к крестовому хвостовыми позвонками. У хищных число крестовых позвонков равно трем, а у утконоса, как и у рептилий два. Число хвостовых позвонков наиболее изменчиво. Так, у гиббона их три, а у длинохвостого ящера 49. Подвижность позвоночника у разных видов зверей различна. Наибольшей подвижности имеют мелкие зверки, которые при движении часто выгибают спину дугой. Наоборот, у крупных копытных все отделы позвоночника, кроме шейного до хвостового, перемещаются незначительно и при беге работают только конечности. Вашему вниманию представлен скелет млекопитающего на примере кролика. Череп млекопитающих характерен относительно более крупной мозговой коробкой, что связано с большими размерами головного мозга. У молодых зверей мозговая коробка по сравнению с лицевой частью обычно развита относительно сильнее, чем у взрослых. Число отдельных костей в черепе млекопитающих меньше, чем у ниже стоящих групп позвоночных. Это обуславливается с расстанием ряда костей между собой в комплексе, что особенно характерно для мозговой коробки. Так срастаются основная, боковые и верхняя затылочные кости. Сращение ушных костей приводит к образованию единой каменистой кости. Крыловидная кость срастается с основной кленовидной костью, а глазокленовидная кость срастается с передней кленовидной костью. Швы между костными комплексами зарастают сравнительно поздно, особенно в области мозгового черепа, что создает возможность увеличения объема головного мозга по мере роста животного. Вашему вниманию представлена схема строения черепа млекопитающих. плечевой пояс млекопитающих сравнительно прост. Основой его становится лопатка, которой прирастает в рудиментарный каракоид. Только у однопроходных каракоид существует в виде самостоятельных костей. Ключица имеется у млекопитающих, передние конечности которых совершают разнообразные сложные движения, и у которых наличие ключицы обеспечивает более прочное причинение плечевой костей и упрощение всего плечевого пояса. Таковы например обезьяны. Наоборот у видов которые перемещают передние конечности только или преимущественно в плоскости параллельно главной оси тела ключицы рудиментарны или отсутствуют. Таковы копытные горзуны и прочее. Тазовый пояс состоит из трех типичных для наземных позвоночных парных костей подвздошных седалищных и лобковых. У многих видов эти кости срастаются в одну безымянную кость. Вашему вниманию представлена схема строения плечевого пояса и передней конечности млекопитающего на примере лисицы. Также вашему вниманию представлена схема тазового пояса млекопитающих на примере лисицы. Скелет парных конечностей сохраняет все основные черты строения типичной пятипалой конечности. Однако в связи с разнообразием условий существования и характером использования конечностей детали их строения весьма различны. У наземных форм значительно удлинены проксимальные отделы бедро, голень. У водных зверей наоборот эти отделы укорочены, а удлинены дистальные отделы пясть, люсна и особенно фаланги пальцев. Превращенные в ласты конечности в этом случае двигаются отдельно от тела. Чаще действуют как единое целое с туловищем. Перемещение же отделов конечностей относительно друг друга развито сравнительно слабо. У летучих мышей только первый палец передних конечностей развит нормально. Остальные пальцы очень сильно удлинены. Между ними расположена кожистая перепунка, образующая основную часть поверхности крыла. У быстробегающих зверей предплюсно, плюсно, запястье и пясть располагаются более или менее отвесно, например, у собаки. У наиболее совершенных бегунов копытных сокращается число пальцев. Первый палец атрофируется и животные вступают либо на одинаково развитые третий и четвертые пальцы, между которыми проходит ось конечности, это парно-копытные. Либо преимущественное развитие получает один третий палец, через который и проходит ось конечности, не парно-копытные. Вашему вниманию представлены изображения задних конечностей стопа ходящих и пальцев ходящих млекопитающих. Элементы стопы зачерчены. Органы пищеварения характеризуются большей сложностью, которая выражается в общем удлинении пищеварительного тракта больше, чем у других позвоночных, его дифференцировки и большей развитости пищеварительных желез. Пищеварительный тракт начинается предродовой полостью или преддверием рта. Оно расположено между свойственными только млекопитающим мясистым губам, щеками и челюстями. У ряда видов хомяков, бурундуков, обезьян, преддверия, расширяясь, образуют большие защечные мешки. Мясистые губы служат для схватывания пищи, а преддверия рта для временного ее резервирования. Хомяки и бурундуки переносят в защечных мешках запасы пищи в свои норы. Мясистых губ нет у однопроходных и китообразных. За челюстями лежит ротовая полость, в которой пища подвергается механическому измельчению и химическому воздействию. У зверей имеются четыре пары слюных желез. Развитые слюных желез находятся в известной зависимости от характера питания. У китообразных они практически не развиты. У жвачных наоборот они получили исключительно сильное развитие. Так, корова в сутки выделяет около 56 литров слюны, которая имеет огромное значение для смачивания губной пищи и для наполнения жидкой средой волосей желудка, где происходит бактериальное расщепление клетчатки пищевой массы. Блекопитающие гетеродонтны, то есть их зубы дифференцированы на резцы, клыки, предкоренные или ложные коренные и коренные. Число зубов и их форма и функция существенно различаются у разных групп зверей. Так, например, малоспециализированные насекомоядные обладают большим числом сравнительно слабо дифференцированных зубов. Для грызунов и зайцеобразных характерно сильное развитие одной пары резцов, отсутствие клыков и плоская жевательная поверхность коренных зубов. Такое строение зубной системы связано с характером питания. Резцами они срезают или обгрызают растительность, а коренными зубами перетирают пищу, как жерновами. Хищные характеризуются сильно развитыми клыками. Они используются для схватывания, а часто и для умерщвления добычи. Коренные зубы хищных имеют режущие вершины и плоские жевательные выступы. Задний влажно-коренной зуб верхней челюсти и первой истинно-коренной нижней челюсти у хищных обычно выделяются своей величиной. Они носят название хищных зубов. Общее число зубов и их распределение по группам для видов зверей вполне определенно и постоянно и служат важным систематическим признаком. Для его обозначения пользуются зубными формулами построенными в виде дробей. Числитель показывает число зубов в верхней челюсти знаменатель в нижней. Группы зубов обозначают начальными буквами и их латинских названий. Резцы и интенсивы клыки с санений влажнокоренные PL Primal Laris коренные M Polaris Для сокращения пишут число зубов в одной половине челюсти. Зубы сидят в ячейках челюстных костей то есть они текодонтные и у большинства видов зверей меняется один раз в жизни то есть зубная система дефеодонтная между ветвями нижней челюсти помещается мускулистый язык служащий отчасти для схватывания пищи бычьи муравьеды ящеры и для лакания воды отчасти для переворачивания пищи в полости рта во время ее пережевывания вашему вниманию представлена схема строения зубного ряда некоторых мегапитающих также вашему вниманию представлена схема зубной системы млекопитающих позади ротовой области располагается глотка в верхнюю часть которой открываются внутренние ноздри и евстахиевые трубы на нижней поверхности глотки расположена щель ведущая в гортань пищевод хорошо выражен мускулатура его чаще гладкая но у некоторых например у жвачных сюда проникает из глоточной области поперечно полосатая мускулатура эта особенность обеспечивает произвольное сокращение пищевода при отрыгивании пищи вашему вниманию представлена схема общего расположения внутренности млекопитающих на примере самки кролика желудок явственно обособлен от других отделов пищеварительного тракта и снабжен многочисленными железами объем желудка и его внутреннее строение различны у разных видов что связано с характером пищи наиболее просто устроен желудок у однопроходных у которых он имеет вид простого мешка у большинства желудок разделен на большее или меньшее число отделов усложнение желудка связано со специализацией питания например поглощением огромной массы губных кормов жвачных или недоразвитостью ротового пережевывания пищи как у некоторых видов питающихся насекомыми у некоторых южноамериканских муравьедов в выходной части желудка дифференцируется отдел с настолько твердыми складками что они выполняют функцию зубов перетирающих пищу в вашем внимании представлены различные формы желудков млекопитающих собственно кишечник подразделяется на тонкий толстый и прямой отделы у видов питающихся грубым растительным кормом например у грызунов на границе тонкого и толстого отделов отходит длинная и широкая слепая кишка заканчивающаяся у некоторых зверей например зайцев полуобезьян червеобразным отростком слепая кишка выполняет роль бродильного чана и развита тем сильнее чем больше растительной клетчатки поглощает животное у мышей питающихся семенами и отчасти вегетативными частями растений слепая кишка составляет 7-10% от общей длины всех отделов кишечника а у полевок кормящихся в большей мере вегетативными частями растений 18-27% у плотоядных видов слепая кишка развита слабо или отсутствует под диафрагмой расположена печень желчный проток впадает в первую петлю тонкий кишок в этот же отдел кишечника впадает проток и поджелудочной железы которая лежит в складке брюшины как и у птиц по существу единственными органами дыхания млекопитающих являются легкие роль кожи в газообмене незначительна только около 1% кислорода поступает через кожные кровеносные сосуды сказанное понятно если учесть во-первых ороговение эпитермиса и во-вторых ничтожную общую поверхность кожи сравнительно с суммарной дыхательной поверхностью легких которая у млекопитающих 50-100 раз больше чем поверхность кожи характерное усложнение верхней гортани в основании ее лежит кольцеобразный перстевидный хрящ передняя и боковые стенки гортани образованы свойственным только млекопитающим щитовидным хрящом над перстевидным хрящом по бокам спиной стороны гортани находятся парные черполовидные хрящи к переднему краю щитовидного хряща примыкает тонкий лепесткообразный надгортанник между перстевидным и щитовидным хрящами расположены небольшие мешковидные полости желудочки гортани голосовые связки в виде парных складок слизистой оболочки гортани лежат между щитовидными и черполовидными хрящами хорошо развиты трахея и бронхи вашему вниманию представлена схема гортани кролика бронхи в области легких бронхи делятся на большое число мелких веточек самые мелкие веточки бронхиолы заканчиваются пузырьками альвеолами имеющими ячеистое строение здесь ветвятся кровеносные сосуды число альвеол огромно у хищных их 300-500 миллионов у малоподвижных ленивцев около 6 миллионов в связи с возникновением альвеол образуется огромная поверхность для газообмена так например общая поверхность альвеол у человека равна 90 метров в квадрате обмен воздуха в легких обусловлен изменением объема грудной клетки возникающим в результате движения ребер и особой куполообразно вдающейся в грудную полость мышцы диафрагмы число дыхательных движений зависит от величины животного что связано с развитием в интенсивности обмена веществ так у лошади оно равно 8-16 в одну минуту у человека 15-20 у крысы 100-150 у мыши около 200 вентиляция легких не только обуславливает газообмен но и имеет существенное значение для теплорегуляции особенно это характерно для видов со слаборазвитыми потовыми железами у них охлаждение тела при его перегревании в значительной мере достигается повышением испарения воды пары которые выводятся вместе с выдыхаемым из легких воздухом так называемое полипное например собака в покое вдыхает 2 литра воздуха в минуту при резком повышении температуры среды количество выдыхаемого воздуха доходит до 50-75 литров в минуту а количество испаряемой воды может дойти до 200 кубических сантиметров в час вашему вниманию представлена схема строения легких пузырьков млекопитающего а также схема строения легких млекопитающего на примере собаки четырехкамерное сердце млекопитающих состоит из двух предсердий каждое из которых соединено атриовентикулярным отверстием с желудочком своей стороны как и у птиц левый желудочек гонит кровь в большой круг кровообращения а более тонкостяный правый желудочек в малый круг оба атриовентикулярных клапана образованы перепончатыми створками как левый двухстворочатый так и правый трехстворочатый ритм сокращения сердца зависит от возраста психологического состояния животного характера активности и тому подобное относительные размеры сердца различны у видов с разным образом жизни и в конечном счете с различной интенсивностью обмена веществ так сердечный индекс то есть относительная масса сердца выраженная в процентах к общей массе тела у кошелота 0,3 у африкан у африканского слона 0,4% у ленивца 0,3% у серой полевки 0,6% у ушана от 1,2% до 1,4% у обыкновенной землеройки 1,4% связь между размерами тела и величиной сердца хорошо подтверждается и сопоставлением сердечного индекса систематически и экологически близких видов животных так у крупного сурка байбака этот показатель равен 0,47% у большого суслика 0,61% а у малого суслика 0,82% имеется только одна дуга аорты но левая отходящая от толстостенного левого желудочка главные артериальные сосуды отходят от аорты различно обычно от аорты отходит короткая безымянная артерия которая делится на правую подключичную артерию правую и левую сонную артерию левая же подключичная артерия отходит самостоятельно от дуги аорты в других случаях левая сонная артерия отходит не от безымянной артерии а самостоятельно от дуги аорты Спина аорта, как и у всех позвоночных, лежит под позвоночным столбом и отдает ряд ветвей к мускулатуре и внутренним органам. Для венозной системы характерно отсутствие воротного кровообращения в почках. Левая передняя полая вена лишь у немногих видов впадает в сердце самостоятельно. Но чаще она сливается с правой передней полой веной, которая изливает всю кровь от переднего отдела тела в правое предсердие. Весьма характерно наличие остатков передних кардинальных вен, так называемых непарных вен. У большинства видов правая непарная вена самостоятельно впадает в переднюю полую вену, а левая непарная вена утрачивает связь с полой веной и впадает в правую парную вену через поперечную вену. Вашему вниманию представлена схема строения кровеносной системы млекопитающих. Млекопитающие обладают не только относительно большим количеством крови, но что еще важнее, большой ее кислородной емкостью. В свою очередь это связано с большим числом эритроцитов и большим количеством гемоглобина. У низших позвоночных, рыб, амфибий, его содержится в среднем 5-10 грамм, а у млекопитающих 10-15 грамм на 100 кубических сантиметров крови. Головной мозг характеризуется относительно крупными размерами, что обуславливается увеличением объема полушарий переднего мозга и мозжечка. Развитие переднего мозга выражается в разрастании его крыши, вторичного мозгового свода неопалиума, а не полосатых тел, как у птиц. Он состоит из нервных клеток и безмякотных нервных волокон. В связи с развитием коры мозга серое вещество у млекопитающих расположено поверх белого вещества. Коре мозга расположено в центре высшей нервной деятельности. Сложное поведение млекопитающих, сложные реакции и их различные внешние раздражения прямым образом связаны с прогрессивным развитием коры полушарий переднего мозга. Кора обоих полушарий связана комиссурой из белых нервных волокон, так называемым мозолистым телом. Отношение массы полушарий переднего мозга к массе всего головного мозга различно у млекопитающих разных систематических групп. У ежей оно равно 48, у белок 53, у волков 70, а у дельфинов 75%. Кора переднего мозга у большинства видов достаточно мощная и включает 7 слоев нервных клеток. Она покрыта многочисленными бороздами, увеличивающими ее площадь. Сильвеева борозда, отделяющая лобную долю коры от височной доли, Роландова борозда, отделяющая сверху лобную долю от теменной. У высших представителей класса число борозд невелико. Промежуточный мозг сверху невиден. Эпифис, гипофис и гипоталамус невелики, но чрезвычайно важны функционально. Для среднего мозга характерно разделение его двумя взаимно перпендикулярными бороздами на 4 букра. Можечок велик и дифференцирован на несколько отделов, что связано с очень сложным характером движений у зверей. Продолговатый мозг важен ядрами центров дыхания, кровообращения, пищеварения и прочих функций организма. Вашему вниманию представлена схема мозга млекопитающих на примере кролика. Обонятельные органы развиты у млекопитающих очень сильно и играют в их жизни огромную роль. При помощи этих органов млекопитающие опознают врагов, отыскивают пищу, а также и друг друга. Многие виды чувствуют запахи за несколько сот метров и способны обнаруживать пищевые объекты, находящиеся под землей. Только у полностью водных зверей, например китов, обоняние понижено. Телени же обладают очень острым обонянием. Прогрессивное развитие описываемых органов выражается в увеличении объема обонятельной капсулы и в ее усложнении вследствие образования системы обонятельных раковин. У некоторых групп зверей, сумчатых, перзунов, копытных, имеется обособленный отдел обонятельной капсулы, открывающийся самостоятельно в небно-носовой канал якобсонов орган, служащий для распознавания запаха пищи во рту. Орган слуха в подавляющем большинстве случаев развит очень хорошо. В состав его, кроме внутреннего и среднего уха, входят еще два новых отдела. Наружный слуховой проход и ушная раковина. Последнее отсутствует только у водных и подземных зверей. Киты, большинство лостоногих, слепыши и некоторые другие. Мушная раковина существенно усиливает тонкость слуха. Особенно сильно она развита у ночных зверей, летучих мышей, и у лесных копытных, пустынных собачьих и некоторых других. Вашему вниманию представлена схема органа слуха млекопитающего. Внутренний конец слухового прохода затянут барабанной перепонкой, за которой лежит полость среднего уха. В ней у млекопитающих находится не одна, как у амфибий, рептилий и птиц, а три слуховые косточки. Молоточек, гомолог сочленной кости, упирается в барабанную перепонку. К нему подвижно прикреплена наковальня, гомолог квадратной кости, которая в свою очередь соединена со стримичком, гомолог геомандибулярии. А это последнее убирается в овальное окно перепончатого лабиринта внутреннего уха. Описанная система обеспечивает значительно более совершенную передачу звуковой волны, ловленной ушной раковины и прошедшей по слуховому проходу к среднему, а затем к внутреннему уху. В строении внутреннего уха зверей обращает внимание сильное развитие улитки и наличие кортиевого органа. Тончайших волокон, которые в числе нескольких тысяч натянуты в канале улитки. При восприятии звука эти волокна резонируют, чем обеспечивается более тонкий слух млекопитающих. У ряда зверей обнаружена способность к эхолокации. Кроме хорошо известных в этом отношении летучих мышей, такой способностью обладают китообразные, например, дельфины, хвостоногие, тюлени, землеройки. Вашему вниманию представлена схема части левого, среднего и внутреннего уха млекопитающего, на примере собаки. Органы зрения в жизни млекопитающих имеют меньшее значение, чем у птиц. На неподвижные предметы они обычно обращают мало внимания. И к стоящему человеку могут вплотную подойти даже такие осторожные звери, как лисицы, зайцы, лоси. Острота зрения и развитие глаз, естественно, различны и связаны с условиями существования. Особенно большие глаза имеют ночные звери и животные открытых ландшафтов, например, антилопы. У лесных зверей зрение менее острое, а у подземных глаза редуцированы и иногда затянуты кожистой перепонкой, как у слепыша. Аккомодация у млекопитающих происходит только путем изменения формы хрусталика под действием ресничной мышцы. У мелких крызунов, полевки, мыши способности к аккомодации практически нет, что связано с преимущественно ночной активностью и незначительностью обзора. Цветное зрение у млекопитающих развито слабо. Почти весь спектр способен различать лишь высшие обезьяны восточного полушария. Европейская рыжая полевка различает только красные и желтые цвета. У опоссума, лесного хоря и ряда других видов цветное зрение вообще не обнаружено. Характерной особенностью органов осязания млекопитающих является осязательный волос или вибрис. Вашему вниманию представлена схема расположения чувствительных волос на морде кролика с очерченной пунктиром осязательной зоной. Почки у млекопитающих тазовые. Метанифрические туловищные почки закладываются эмбрионально и в последующем редуцируются. В почке компактные органы, обычно бобовидной формы. Поверхность их чаще всего гладкая, иногда бугорчатая у жвачных кошек. И только у некоторых, например, китообразных, разделены перехватами на доли. В курковом слое расположены извитые канальцы, начинающиеся бауменовыми капсулами, внутри которых находятся клубки кровеносных сосудов, мальпигеви цельца. В сосудистых клубочках осуществляется фильтрационный процесс и почечные канальцы профильтровывается плазмой крови. Так возникает первичная моча. Сами почечные канальцы образуют несколько колен. В них происходит реабсорбция из первичной мочи, воды, сахара и аминокислот. Число почечных канальцев у млекопитающих очень велико. В обеих почках их насчитывается у мыши 10 тысяч, у кролика 285 тысяч. Для сравнения укажем, что в почках лягушки их 2000, а у тритона всего 400. Относительные размеры почек находятся в обратной зависимости от величины тела. Они велики у самых мелких и наоборот. Вашему вниманию представлена схема строения почки в продольном разрезе и схема строения мальпигиевого тельца. Половые железы самца парные семейники имеют характерную овальную форму. У однопроходных, некоторых насекомоядных и неполнозубых, у слонов и китообразных они в течение всей жизни находятся в полости тела. У большинства других зверей семейники первоначально располагаются в полости тела, но по мере полового созревания они опускаются вниз и попадают в особый, расположенный снаружи мешочек, мошонку, сообщающийся с полостью тела паховым каналом. К семейнику прилегает вытянутое по его оси зернистое тело предаток семейника, морфологически представляющий клубок сильно извитых семивносящих каналов семейника, гомологичный переднему отделу туловищной почки. От предатка отходит гомологичный вольфовый канал семипровод, который впадает у корня полового члена в мочеполовой, мочеспускательный и семиизгверкательный канал. Семипроводы в своем нижнем отделе перед впадением в мочеполовой канал образуют парные компактные тела с ребристой поверхностью семенные пузыри. У млекопитающих они представляют железы, секрет которых принимает участие в образовании жидкой части спермы. Кроме того, он обладает клейкой консистенцией и благодаря этому служит, видимо, для предотвращения вытекания спермы из половых путей самки. Строение женских половых путей существенно различается у разных групп млекопитающих. Так, у однопроходных яйцеводы на всем притяжении парные и дифференцированные нафалопиевы трубы и рога матки, которые самостоятельными отверстиями открываются в мочеполовой синус. У сумчатых обособляется влагалище, но часто оно остается парным. У плацентарных влагалище всегда не парное, а более верхние отделы яйцеводов в той или иной мере сохраняют парный характер. В простейшем случае матка парная, левые и правые ее отделы открываются во влагалище самостоятельными отверстиями. Такой тип матки называется двойным. Она свойственна многим грызунам, некоторым неполнозубым. Рога матки могут быть соединены только в нижнем отделе. Двораздельная матка некоторых грызунов, летучих мышей, хищников. Слияние значительной части левого и правого рогов матки приводит к образованию двуругой матки хищных китообразных, копытных, грызунам. Наконец, у приматов, полуобезьян и некоторых летучих мышей матка непарная, простая, и парными остаются только верхние отделы яйцеводов, фалапиевые трубы. Вашему вниманию представлена схема мочеполовых органов млекопитающих на примере крысы. Во время развития эмбрионов матки и млекопитающих формируется крайне характерное для них образование, известное под названием детского места или плаценты. Только у однопроходных плацента отсутствует. У сумчатых есть зачатки плаценты. Плацента возникает путем срастания наружной стенке алантоиса с серозой, в результате чего формируется губчатое образование хорион. Хорион образует выросты ворсинки, которые соединяются или срастаются с разрыхленным участком эпителия матки. В этих местах кровеносные сосуды детского и материнского организмов сплетаются, но не сливаются и таким образом устанавливается связь между кровяными руслами эмбриона и самки. В результате этого обеспечивается газообмен в теле зародыша, его питание и удаление продуктов распада. Плацента свойственна уже сумчатым млекопитающим, хотя у них она еще примитивная. Ворсинок в хорионе не образуется и имеется, как и у яйцеживородящих низших позвоночных пристеночная связь между кровеносными сосудами матки и желточного мешка, так называемая желточная плацента. У высших плацентарных зверей хорион всегда образует выросты ворсинки, соединяющиеся со стенками матки. Характер расположения ворсинок различен у разных групп зверей. Основываясь на этом, выделяют три типа плаценты. Диффузная, когда ворсинки распределяются равномерно по хориону кетообразных, многих копытных, полуобзян. Дольчатая, когда ворсинки собраны в группы, распределенные по всей поверхности хориона, это большинство жвачных. Дискоидальная, когда ворсинки располагаются на ограниченном тисковидном участке хориона у насекомоядных, крызунов, обезьян. Вашему вниманию представлена схема зародыша кролика в конце 12-го дня беременности. А также схема развития зародышевых оболочек у млекопитающих. Исходным типом питания для зверей, видимо, была насекомоядность. Ранее млекопитающие кормились, судя по характеру зубов, преимущественно наземными, отчасти древесными насекомыми, моллюсками, червями, а также мелкими амфибиями и рептилиями. Подобный характер питания сохранили наиболее примитивные современные группы, а именно многие виды отряда насекомоядных землероки, тенреки, отчасти ежи и некоторые виды сумчатых. Они собирают свой корм главным образом с поверхности земли и неглубоких норах. Наряду с насекомоядными возникли и более специализированные по питанию ветви. Таково большинство летучих мышей, добывающих насекомых в воздухе, муравьеды, ящеры, трубкозубы, а из однопроходных ехидна, кормящаяся термитами, муравьями и их личинками, которых они добывают, используя специальные приспособления. Вытянутая морда, длинный клейкий язык, сильные когти, служащие для разрушения гнезд насекомых и так далее. Несомненно, специализированными насекомоядными являются кроты, добывающие пищу в толще почвы. Хищные по типу питания зверей относятся преимущественно к отрядам хищных, лостоногих и китообразных. Они близки филогенетически к насекомоядным и представляют собой ветви одного общего корня, перешедшие на питание более крупной добычи, частью теплокровными позвоночными. Только немногие виды этой группы целиком плотоядны. Таковы кошки, белые медведи. Большинство же используют и растительные корма. Особенно велико значение растительных кормов в питании бурлого и белогрудого медведей. Очень часто они длительное время кормятся только ягодами, орехами, плодами диких деревьев и животную пищу добывают как исключение. Так бывает например у капказских и среднерусских медведей. Многие плотоядные питаются и падалью. Особенно часто едят ее шакалы. Почти исключительно падалью питаются гиены. Избегают питаться падалью кошки. растительно ядных зверей очень много. К ним относятся большинство обезьян, полуобезьян, из неполнозубых ленивцы, большинство грызунов, копытные, сумчатые, некоторые летучие мыши, крыланы. А из морских зверей сирены. По характеру пищи они могут быть разделены на травоядных, кормящихся листьями и ветками, зерноядных и плодоядных. Деление это в известной мере условно, так как многие виды могут менять свои пищевые привязанности. Специализированных плодоедов сравнительно немного. К ним принадлежат некоторые обезьяны, полуобезьяны, крыланы, из грызунов соня-полчок, млекопитающие относятся подклассы первого зверя и подклассы настоящие звери. Подклассу первого зверя относятся отряд яйцокладущие или по-другому однопроходные. Подклассу настоящие звери относятся низшие звери и высшие звери или плацентарные. К низшим зверям относятся сумчатые. К высшим зверям относятся такие отряды как насекомоядные, рукокрылые, хищные, ластоногие, китообразные, грызуны, парнокопытные, непарнокопытные, зайцеобразные и приматы. Вашему вниманию представлена характеристика отрядов млекопитающих. Если же информация будет вам не видна, то я рекомендую вам ознакомиться с ней в моей презентации. Продолжение следует...